Растушевка Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. И сегодня я покажу, как правильно делать растушевку для учеников, которые будут заниматься дистанционно. Это обычная растушевка. Вот наша голова искусственная. Это лента, с которой мы работаем. Это эластичный бинт резиновый. Он очень похож на кожу больше всего из того, что мы пробовали. И на нем сейчас я буду штриховать. Я нарисовала довольно широкие брови. Всегда мы рисуем и штрихуем так, чтобы головка была максимально светлой, мягкой и воздушной. Чтобы не оставались темные полосы, пятна. То есть это исключено. Поэтому головку, брови мы делим примерно пополам наискосок. И начинаем от середины. И продвигаемся к внешней части. Штрихи, усилия и вообще сам штрих, они должны быть такими, чтобы на коже, в данном случае на искусственной, а в дальнейшем на настоящей, выглядели как будто серия точек. Это не должны быть полоски, когда мы сотрем влажным диском или ватной салфеткой нашу работу. Это должны... Работа должна выглядеть как будто это серия точек. Такое пиксельное напыление. Но не должно быть видно полосок, не должно быть пятен и стыков. Игла у нас вертикально находится по отношению к коже. И мы начинаем с внутренней стороны брови и выдвигаемся к внешней части брови. Делается это для того, чтобы нечаянно, не зная, как правильно штриховать, мы не создали слишком резкую линию на внешней части головки брови, которую потом не убрать и не поправить. После того, как мы стираем... Я прошла совсем немножко, чтобы проверить, как ложится пигмент. После того, как мы стираем, мы должны убедиться, что давление на кожу наше настолько поверхностное, чтобы это выглядело с серией точечек. Вот как сейчас у меня. Убедившись, что я работаю с правильной скоростью и на правильной глубине, я продолжаю дальше работу. Наша задача создать бровь максимально воздушную, но с довольно четкими границами. То есть она не может быть настолько воздушной, что не видно, где начинается она и заканчивается. Для того, чтобы не создавались нахлёсты, каждое движение, оно без четкого нажима в самом начале, оно как бы на вылет. Это такое небольшое движение маятника. Получается, что у меня мягкое начало движения моего иглой. Я плавно вхожу в кожу, нахожусь в кожу на одной и той же глубине и плавно из неё выхожу. Нельзя вот так воткнуть и провести линию. На самом деле это проще простого, но таким образом создастся пятно и такой штрих грубый, который неправильный. Так не должно быть. Каждый мой штрих начинается в воздушном месте предыдущего штриха. То есть, чтобы не создавались пятна, я не прохожу по следующему слою. Сейчас я нарисую, как правильно и как неправильно. Работать, чтобы было понятно. Для того, чтобы не выглядело всё это полосатым, я прохожу сначала горизонтально, а потом наискосок на одно и то же место, чтобы точки перемешались и не создавались полосочки. Дело в том, что рука с одинаковой скоростью проходит один и тот же участок и могут создаваться такие серии одинаковых точек в одинаковых местах, а между ними одинаковые промежутки. И вот чтобы этого не было, я прохожу сначала наискосок, а потом параллельно. Надо идти и делать шаг небольшой. То есть, мы практически начинаем... Наша серия точек ложится прямо ровно рядом с предыдущей полоской. Ну, чтобы было понятно, если эту же самую бровь пройтись вот таким образом, за 10 штрихов, то вроде бы будет воздушно, но будут большие пустоты между полосочками вот этими. И вы даже не зафиксируйте эскиз, скорее всего. Поэтому движения легкие, воздушные, но их много. Мы должны плотно класть друг рядом с другом каждый из наших штрихов. Потом, когда я сотру все это, я посмотрю и в тех местах, где слишком светло, я добавлю. Потому что пока у нас эскиз, то есть, это же имитация процесса, пока у нас эскиз, я не могу стереть все, чтобы не испортить эскиз. А в дальнейшем можно прошел-стер, прошел-стер таким образом работать, чтобы быть уверенным, что вы на правильной глубине работаете, не создаете пятен, но и не работаете в холостую. Потому что, если пройтись неправильным нажимом, слишком слабым, допустим, или слишком сильным, понятно, останутся, скорее всего, слишком яркие пятна. А если это будет слишком слабый нажим, то кожа-то травмируется, а пигмент в ней не останется. И таким образом, мы себе усложним очень сильно работу, потому что, чем больше кожа повреждена, тем она сложнее в себя принимает пигмент. Это правило такое, абсолютное, на всех зонах. То есть, чем мы меньше на коже работаем, и увереннее, и правильнее, на правильной глубине, с правильным нажимом, с правильной скоростью, тем лучше пигмент в кожу ляжет, и тем лучше и красивее заживет. То есть, если мастер работает 2-3 часа на коже, это не говорит о том, что он хорош. Потому что можно рисовать долго эскиз, очень долго и красиво, тщательно, но сама работа на коже должна быть максимально быстрой. Вот я прошла бровь, она неимоверно широкая, такие попадаются редко, но как бы я себе тут слегка жизнь усложнила. На самом деле, на коже эскиз обычно виден бледнее, чем здесь. Все-таки, даже этот резиновый коврик, он отдаленно похож на кожу, но все-таки лучше, чем обычные коврики. Во-первых, его можно на голову и создать такой круг мягкий. Сейчас высохнет и станет понятно. Первый проход какой. В общем-то, полосок даже не видно, просто осталась форма. На самом деле, вот такой результат на коже лица, он идеальный, потому что должен быть эскиз зафиксирован, но он не должен быть ярким, потому что техника теневой растушевки, она подразумевает такое мягкое, нежное напыление и просто усиление в нужных местах. Сейчас я буду просто усиливать там, где это мне нужно, причем я, так как я зафиксировала уже полностью свой эскиз, я буду постоянно стирать, чтобы убедиться, что я работаю в правильном месте и с правильным нажимом. Почему мы даем нашим студентам в самом начале задание рисовать полоски, штрихи? Как раз потому, что не все, даже художники, которые отучились, умеют рисовать без стыков. Стыки – это самое противное, которое создают кляксы. Сейчас я, чтобы было понятно, нарисую. То есть, бывает примерно так. Вот проходит человек, вроде бы даже и неплохо прошел вот так одну линию, первую, потом начинает идти вторую, и вот четко видным становится стык. Сейчас я его даже усилю. То есть, если его пытаться будет мастер исправить, а чаще всего он это делает именно так, то есть, это одна из ошибок, как делать нельзя, этот стык усиливается, он становится ярче. И вот таким образом создаются на бровях пятна, которых быть не должно, которые очень сложно исправить. То есть, вот такая серия полосок вертикальных создается. Чтобы их исправить, нужно очень сильно потрудиться, и надо иметь большой опыт. То есть, тут надо в некоторых местах работать, некоторые места пропускать. Это уже очень, ну, реально сложно. И когда вы сотрете, вы увидите, что у вас вот эти вот пятна и полоски, вам придется усиливать, усиливать до такой степени, что брови станут настолько яркие, что клиенту, скорее всего, это не понравится, и это будет уже вообще не теневая растушевка совсем. И еще одна ошибка, это когда мастер делает вот такое движение. То есть, он берет, проходит всю бровь, потом у контура немножко потопчется, и идет назад. В итоге, когда он стирает, или даже давайте пройдем дальше, то есть, такая классическая ошибка всех, кто начинает неправильно делать растушевки, он проходит назад, еще одну линию, возвращается, и получается сразу две ошибки. То есть, это получается контурированная бровь со стыком. То есть, получается, внешние и внутренние контуры четко просвечиваются, потому что здесь, получается, мастер потоптался, прошел до конца, еще потоптался, вернулся, и получается, что внешние и внутренние контуры он усилил, создал вот эту полоску, ну и пошел дальше. Получается, насажал пятен и контуров. Это вообще ошибки самые ужасные на бровях, так быть не должно. Поэтому мы работаем, вот как я рассказываю. То есть, так делать нельзя. Учитесь сразу без контуров и стыков работать. На втором проходе обычно и на коже примерно так же получается. Мы делаем еще бровь чуть-чуть ярче. Если где-то образовалось пустое место или хочется усилить, усиливаем. Сажаем клиента и показываем ему примерно, какой цвет у нас получился. Потому что примерно вот на середине работы можно предположить, как заживет. Обычно уходит процентов 20-30. И вот последний проход, он как бы уже такой добавляет яркости. Именно той яркости, которая уйдет после заживления. Поэтому примерно в середине процесса надо сесть и посмотреть с клиентом. Во-первых, убедиться, что все правильно по симметрии. А во-вторых, показать ему и спросить, чего он хочет по яркости. То есть можно в зеркало прям показать и сказать, смотрите, вот такая яркость, она достаточна или это слишком ярко для вас. И он уже сможет ответить. Потому что в самом начале, когда это рисуется косметическим карандашом, конечно, сложно клиенту определить и вообще цвет описать, тот ли или не тот мастер в итоге выбрал. Когда эскиз зафиксирован, уже достаточно просто. Можно проходить участки, стирать, убеждаться, что правильная глубина, что не слишком ярко, что не переборщил ни в коем случае мастер с яркостью. Ну и тут такая уже монотонная работа. Просто важно, ну, опять же, сделать максимально воздушную. Воздушная, это значит, когда светится кожа сквозь пигмент, она слегка просвечивается. И даже если приглядеться, видно такие серии точечек по краям. Это нормально. Потому эти точечки, они как бы заживут в коже, приживутся и будет выглядеть это, как будто мазнули тенями. Нижний контур на брови, он обычно, это самая яркая часть. Его мы можем сделать не прям четким, но довольно-таки хорошо виденным, видимым. Штрихи могут быть как и горизонтальные, так и вертикальные, кому как удобно. Единственное, что в головке, я не рекомендую делать вертикальные, чтобы не создался вот такой квадрат, прям вот, когда прям некрасивый. Я очень не люблю такие формы. Головка должна быть мягкая. Поэтому здесь вначале мы штрихуем наискосок на вылет ко внешней части бровей. Лучше всего на имитации головы рисовать и стараться, но кожа вообще в идеале должна быть натянута. Поэтому здесь я ставлю пальцы так, чтобы как будто бы я натягиваю вот в противоположную сторону от штриха. Но на самом деле ее не натянешь, эту резинку. Но все равно постановка рук. Это наше все. Руки должны стоять удобно. И вы поворачиваете голову, вот эту искусственную, таким образом, как будто бы вы двигаетесь вокруг клиента из-за головы. То есть вы должны всегда вести штрих на себя. Ну, мы так делаем, мы так привыкли. Кто-то рисует по-другому и рисует очень красиво, но как бы кто как. На мой взгляд, это самый удобный способ рисования. Скорость штриха, она может быть разной. На каждой коже в итоге свой нажим остается. И я вам рекомендую на каждой коже в незаметном месте, там, где растут волоски, там, где это не будет бросаться в глаза. Обычно это вот где-то вот эта часть. Не в головке ни в коем случае. Проверять, какой нажим и какая скорость работает. Для того, чтобы не насажать пятен, для того, чтобы не работать в холостую, повторюсь. Потому что в холостую работать потеря времени, перепаханная кожа. Но все-таки в холостую лучше работать, чем если вы сразу возьмете такое усилие, от которого остаются яркие слишком штрихи и которым не будет доволен ваш клиент и вы в итоге. примерно на третьем проходе вы должны уже в идеале завершить бровь. сейчас я ее сотру и посмотрю, если где-то есть пробелы, где-то надо сравнять по насыщенности. Обычно на бровях растут свои волоски. Там, где они растут, надо немножко меньше поработать, либо наоборот, немножко больше, там, где волоски не растут, для того, чтобы бровь не выглядела пятнистой. Дело в том, что если вы пройдете с одинаковым наживом везде, то то место, где растут волоски, оно всегда будет выглядеть ярче со стороны. И это будет бросаться в глаза. Ваша задача сделать бровь однородной. Поэтому старайтесь работать там, где своих нету, чуть побольше, чуть поярче. Но с учетом того, что они там могут отрасти, то есть вот как раз месяц до коррекции хорош для того, чтобы посмотреть, насколько отрастут свои волоски. Ну вот. Сейчас я еще немножко усилю середину. То есть вот это место, оно максимально воздушное на бровях. Я усилю низ, середину и середину хвостика. Хвостик по внешнему контуру тоже не должен быть с четкими границами, он должен быть воздушным. Наша задача создать максимально воздушную линию сверху и в головке брови. И максимально плотную, но опять-таки без четких границ линии по нижней части брови. И в хвостике с обеих сторон она должна быть тоже с такими мягкими контурами. Вот эти вот головы, они очень жесткие. И они плотная резина, жесткая, и на них остается след прямо такой ядреный. На самом деле на коже такой не остается. А вот эти резиновые ленты, они такие интересные по фактуре, они на ощупь очень похожи на кожу. И на них сложнее оставить след. И на самом деле они еще очень круто имитируют кожу. Я так рада, что я их нашла. Теперь у нас процесс обучения в студиях пойдет веселее. Все дело в том, что обычно, особенно когда на мастер-классах на латексе отрабатывают новички, а потом такое же усилие применяют на коже, оно либо фатальным становится, и они заглубляются сразу и намертво. Ну, смотря какая резина была. То есть либо они вообще не понимают, почему они работают вроде бы правильно, а у них ничего не остается. Поэтому надо всегда искать материалы для отработки, такие максимально приближенные к кожи. Мы работали на свиных щеках и пузах даже, но на них тоже очень быстро кожа твердеет, ткань мертвая, начинает вонять, вообще очень неприятно работать. И мы отказались довольно быстро и тренировались на латексе, либо на бананах и апельсинах. Вот недавно я нашла вот эту резиновую ленту, очень прикольно, что ее можно на что-то, на имитацию головы намотать и получается, что она форму повторяет, потому что на плоском коврике, когда ты отработал и идешь работать на человеке, а у него голова оказывается круглая и мастер особенно неопытный, не знает, как руки поставить правильно. А здесь уже приноровишься, так как игла должна быть максимально вертикальна по отношению к коже, перпендикулярна, практически. Самое главное, чтобы она не входила в кожу вот под таким острым углом, то есть она у меня игла вертикальна, но каждое мое движение, оно такое вот мягко входит в кожу, я не царапаю, я создаю пальцами движение, рука у меня не ерзает, пальцы машинку держат очень легко, у меня пальцы не устают, я часто слышу о том, что к концу работы у мастера пальцев просто он берет и вот так разгибает, потому что они намертво зафиксировались, держали, сжимали машинку, ему было тяжело работать, все легко ходит, машинка очень легкая, все современные машинки они легкие и не составляет труда их держать легко вот тремя пальцами и двигаю я только ими, то есть вот этими двумя пальцами мизинец и вот этот второй, не знаю, как он называется, ими я натягиваю кожу в одну сторону, получается, вправо и вот этими двумя влево, то есть я бровь растягиваю перпендикулярно, на коже это очень важно делать как в волосковом методе, так и в растушевке. Я поворачиваю голову все время, но она с плоским затылком, поэтому мне не очень удобно, вы должны не бояться и поворачивать голову клиента всяко, чтобы вам было, лишь бы в вашей руке было удобно, шея такой очень крутой шарнир и она может очень многое, самое главное, чтобы место, где вы работаете, было хорошо освещено, то есть не должно быть глухой тени, вы должны четко видеть и глазами, и кожу натягивать хорошо, чтобы не заглубиться, чтобы выбрать правильную глубину, не насажать пятен. Вот хвостики тоже лучше всего линии не параллельные, вот не параллельные хвосту, а такие как бы наискосок, получается, что и внешняя, и внутренняя линия таким образом будут воздушные. Но самое главное не выскочить за контур рисунка. Можно вернуться, когда уже четко виден весь рисунок, понятно, где нужно сделать поярче, можно вернуться, и там пройтись еще раз. Когда первый проход вы совершаете по коже и наносите анестезию, даже еле видный след, он станет виден, когда анестезия сработает, в ней содержится адреналин, он сужает сосуды, кожа белеет, и эскиз практически в 100% случаях хорошо виден становится. Тут понятно, что в зависимости от нужной насыщенности вы делаете ярче, либо бледнее, чем то, что я сейчас сделала, потому что есть категория женщин, которым это бледно, а есть категория женщин, для которых это смертельно ярко. Поэтому вы постоянно должны садиться с клиентом, совещаться и спрашивать его, какая яркость, какая форма, не потеряли. Я почти закончила с бровью. Сейчас кожа, ой, не кожа, резина. высохнет. Вот я вижу, допустим, что вот здесь слишком воздушно, то есть это уже детали. Это уже мастер садится и смотрит, подгоняет миллиметражи брови друг с другом по симметрии и усиливает там, где надо, либо по форме что-то добавляет. Получается, я прохожу то горизонтально ряд, и тут же я прохожу его чуть наискосок на вылет к внешней части брови, чтобы там была дымка. Ну, в общем, смысл такой. Естественно, это две брови, естественно, это симметрия. Иногда бывает на бровях шрамы от прыщей, там еще чего-то. В этих местах ложиться либо сложнее, либо наоборот с первого раза, то есть там зависит от ткани образовавшейся. Иногда бывают места непонятные, на вид такая же кожа, а ложиться в одном месте вот хорошо, а в соседнем сантиметре вообще не ложиться. То есть изменения в коже какие-то происходят постоянно у человека, поэтому надо, важно очень объяснять. если вы видите, что кожа кровит или от любого движения бывает такое, то выясните, может быть давление повышенное, или кофе напился, или спиртное пил на днях, то есть ситуации всякие бывают. Но вы не должны молча ковыряться в коже и со своей проблемой оставаться наедине. Вы должны озвучить сразу клиенту и выяснить, а что же такое, почему, в чем проблема, почему что-то идет не так. Потом почти всегда вот эта часть на лбу, а вот хвостик он на виске уже. И очень важно на виске не применять точно такое же усилие, как в этой части на лбу, потому что кожа обычно вот здесь более плотная и жирная, а на висках она другая, она сухая и тонкая. И если применить одинаковое движение, то скорее всего вы заглубитесь и у вас будет нормальный цвет вот в этой части в теле брови и в головке и от излома до хвоста до кончика у вас будет цвет измененный скорее всего с холодным фиолетовым отливом, потому что вы заглубились. Поэтому несмотря на то, что хвостик вот примерно от середины брови излом и хвостик они почти всегда такие более яркие, чем головка брови, несмотря на это надо работать там наоборот более легко и воздушно, потому что там вы с большей вероятностью попадете не в ту глубину, не на той глубине поработаете. вот это место оно в головке. Оно максимально воздушное, то есть оно настолько воздушное, что теряется аж. У меня даже хочется здесь доработать, но в особо смысла нет. То есть это уже такие миллиметражные миллиметражи. Это уже надо на клиенте смотреть. Очень важно, чтобы брови были одинаково прокрашены, где они яркие в узломе там допустим на обеих сторонах они должны быть симметрично яркие в одинаковых местах и в одинаковых местах бледные соответственно. Допустим вот я протерла и вот здесь в узломе увидела пустоты. Я вернулась и локально их запомнила, чтобы не переборщить. в ненужных местах слоев может быть столько, сколько нужно для яркости. Может быть два, может быть пять. На каждой кожи ложится по разному пигмент с разной скоростью вы ведете. То есть нет универсальных приемов, поэтому нет абсолютных правил, как надо либо не надо делать. То есть на каждой кожи вы применяете свое усилие. на обратной стороне ничего нет. То есть вот она бровь, а с другой стороны пусто. То есть мы работаем на такой глубине, чтобы не проткнуть вот эту тоненькую резиночку полностью. по-настоящему